МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире научно-популярная программа в объективе натуралиста. Сегодня мы проезжаем по нашим традиционным маршрутам летним. Это Гродненское или Неманское водохранилище. И, конечно же, мы смотрим конец летнего периода и начало летней-осенней миграции. Хотя сейчас здесь на водоеме обращают на себя внимание, что те острова, которые искусственно создавались и делались, они делают свое дело. Потому что само водохранилище неглубокое, по крайней мере, по его основным берегам. И здесь образуются такие плесы, на которых задерживается различная сплавина. Они, естественно, являются, так скажем, желанными такими местами, где охотятся и держатся различные птицы. И вот сейчас мы наблюдаем одно из таких мест, где достаточно много и много обитателей данного места. Осмотр косы в бинокль дал очень интересный результат. На самом деле, этот плес, отмель или дерево лежащее, издалее не совсем видно, все-таки на чем стоят птицы, является местом охоты очень многих видов. В данном случае два вида цапель, большая белая цапля и серая цапля. Мы наблюдали их охотничьи позы. И то, что они ходили вокруг этой отмели, показывало настоящую глубину этого залива. И тут же около них кормились утки-кряквы, а на выдающейся части отмели, которые над водой, сидели различные виды чаек и крачек. Но с такого расстояния рассмотреть птиц было довольно сложно, поэтому мы решили передвинуться ближе и зайти на этот полуостров. Однако, уже двигаясь к полуострову, мы по дороге постречали еще очень интересных обитателей водохранилища. Ну, прежде всего, конечно, это семья лебедей и шипунов. И здесь надо отметить, что в этом году интересное такое стечение обстоятельств. Сколько семей я не видел, не наблюдал вот сейчас, в этот период, когда у них уже птенцы довольно взрослые, практически у всех пар в этом году 2-3 птенца. Хотя, как известно, кладка лебедей и шипунов может достигать до 6 яиц, и у них, как правило, выводится 4-5 птенцов. Но еще я обратил внимание, что вместе с шипунами вдоль берега плыл и одинокий гусь. Сначала под лучами солнца мне показалось, что это белолобый гусь, но присмотревшись, все-таки я решил, что передо мной серый гусь. И это очень интересное наблюдение, потому что серый гусь, он в августе уже начинает мигрировать к местам зимовки. Это не значит, что он прямиком летит на юг, а он от водоема к водоему начинает смещаться на юг и собираться в такие небольшие группы. Этот одинокий гусь, это может быть один из представителей пары, которая была, а возможно просто гусь, который уже ищет группу для миграции на юг. Но, значит, он где-то неподалеку провел все лето. На первый взгляд, издалее казалось, что здесь образуются песчаные такие плесы, косы. Но на самом деле это казалось, что это не косы, а сплавина леса. То есть стволы, которые рубились, наверное, по берегам, большим таким волновым движением прибывает к берегам островов или полуостровов, как вот этот. И получается, это просто великолепные присады для многих водных и околоводных птиц. И в частности, сейчас вот здесь по берегу идут сплошные, вот если обратите внимание, сплошные стволы, которые полностью видно обжиты птицами. Единственное, на что они реагируют, на приближение человека, потому что рыбаков здесь достаточно много, и они являются основным таким фактором беспокойства, кроме, конечно, хищников. Прежде чем мы подошли к той сплавине, на которой сидели птицы, я обратил внимание на очень интересные растения. Наблюдая за чайками и крачками, я присел для того, чтобы меня не было видно из одной из коряг. Но как раз присев, я увидел вот эти вот интересные растения, и на них тоже интересных обитателей. Поэтому предлагаю сейчас тихонечко притаиться и подождать, понаблюдать за ними и за их жизнью более подробно. Насекомых в траве было на самом деле много, это и различные шмели, но мое внимание, как я уже говорил, привлекла вот эта муха. На самом деле, действительно, это муха-журчалка, хотя она похожа больше на осу. Такая же мохнатая, похожей расцветки, это мимикрия. Мимикрия – это приспособление животных имитировать хищника и тем самым отпугивать тех, кто их кушает. Поэтому в данном случае вот эта муха-журчалка довольно большая, одна из самых больших групп мух. Их отличают большие глаза. У ос и вообще перепончатых крылых глаза устроены по-другому. И, естественно, строение самих крыльев. Но еще надо сказать про эту муху, что эта муха-журчалка относится к ильницам, то есть отдельный род. И в данном случае это один из самых распространенных видов не только у нас в Белоруссии, но и в мире. Это ильница цепкая или ильница обыкновенная. Но если касаться биологии этого вида, он эвритопен. Что такое эвритопность? Это то, что вид обитает везде. На лугах, в лесах, около водоемов, в городах. То есть его можно обнаружить и встретить везде. Взрослые особи проводят в основном свое время на цветах различных цветущих растениях травянистых и питаются различными частями растения. Но также существуют факты, особенно на юге ареала этого вида, что личинки могут паразитировать даже на человеке. Поэтому лучше всего все-таки после контакта с животными или природы соблюдайте гигиену и мойте руки. Очень удобно использовать как прикрытие вот такие большие кусты, по-другому не скажешь, полыни. То есть в данном случае пустырьник, как его еще называют, это обычная наша полынь. Но видите, она летом вырастает и очень хорошо за нее прятаться. И сейчас я наблюдаю на одной из таких вот коряк очень интересное скопление различных чаек и крачек. И надо сказать, что среди них, как мне кажется, на первый взгляд, сейчас мы еще поопределяем, есть и довольно интересные виды. Не только обычные или молодые птицы, как мы видели здесь раньше. В этом году крачек здесь достаточно больше. Ну, понятно, все изменяется, все развивается. Также и Гродинское водохранилище. На деревьях, погруженных в воду, были разные виды. Но здесь есть одна особенность, которая утрудняет немножко определение видов. Дело в том, что конец июля и весь август в основном активны и заметны молодые птицы. И поэтому, скажем так, определение вида затруднено, потому что окраска до первой линьки у этих молодых особей, она отличается от взрослых. Типичная окраска, к которой мы привыкли, она немножко смазана. И молодые птицы имеют свой рисунок. Но в основных определителях окраска молодых особей, она также показана. Поэтому, наблюдая за отдельными видами крачек, мы увидели, что здесь у нас появлялось три вида крачек. Речная крачка и два вида, которых мы, конечно, замечаем намного меньше. Но они были именно представлены больше молодыми особями. То есть, это молодые особи черной крачки. Черную крачку мы наблюдаем повсеместно в Беларуси, около водоемов. Это вид нередкий, хотя он держится в определенных биотопах. То есть, он не распространен так повсеместно, например, как речная крачка. Также еще среди общей группы выделялись молодые особи малой крачки. Вот уже малая крачка. То есть, видите, голова более светлая. Как раз редкий вид. Она заселяет специфические такие биотопы. То есть, гнездица в основном, она на островах среди рек. Это один из излюбленнейших ее мест обитания в летний период, потому что песчаные острова дают возможность прямо в песке на земле делать углубления для гнезд и выводить там тенцов в безопасности от каких-либо хищников. Потому что, если кто-то захочет с берега пробраться на остров, птицы видят, защищают, атакуют практически всей колонией. Очень часто малые крачки делают свои гнезда рядом с колонией озерных чаек. Озерная чайка также была представлена на этом бревне, но опять же молодыми особями. И здесь две такие характерные черты. Кажется, что это совершенно другой вид, потому что молодая особь озерной чайки визуально крупнее, чем ее родители. Но это наблюдается очень часто у многих молодых особей различных видов чаек. Потом происходит линька, и они уже приходят в свое взрослое состояние. И становятся полностью похожи на родителей. Что сейчас делали крачки и чайки? Ну, естественно, кормились. А здесь на мелководье держится достаточно много, в том числе и мелкой рыбы, то есть малька, за которой учатся, охотятся и сами молодые особи. Но мы также наблюдали момент, когда взрослые особи еще докармливали этих уже практически самостоятельных птенцов, ну, что называется, вдогонку их росту. Объезжая водохранилище, обходя всякие его заливчики и лаконы, я обратил внимание на вот эти заросли чертополоха. И вот здесь мне встретился еще один очень интересный обитатель. Видите, перелетает, кормится. Это бабочка. Похож на бабочку адмирала. Тоже будем сейчас уточнять, смотреть, редкий ли это действительно вид бабочки, но смотрите, какая интересная окраска. И вообще заросли чертополоха, с точки зрения присутствия здесь различных насекомых, это является целая такая практически экспериментальная площадка. Здесь можно стоять сутки, неделями, месяцами в летнее время. И постоянно, вот здесь, пока он цветет, будут очень интересные животные. Для бабочки адмирала, которая относится к нефелидам, прибрежные заросли – это типичное место обитания. Вообще она любит такие места, где много травостоя. То есть это опушки лесов, это какие-то луга различных типов. И, естественно, как мы сейчас наблюдаем, она любит различные прибрежные растения. Надо сказать, что есть одна очень характерная, интересная особенность бабочки адмирала. Это один из таких распространенных видов Белоруссии, в том числе среди своего семейства. Но это бабочка, которая, как птицы, улетает на юг. То есть очень мало бабочек на самом деле остается зимовать в Белоруссии. Они зимуют в стадии имага, то есть взрослой особи, не личинки, и отмигрируют на юг. То есть это не значит, что они как аисты улетают в Африку, а они смещаются в более теплые области. То есть в данном случае белорусские бабочки, скорее всего, улетают на юг в Украину, где более теплая зима, и где более легко переносятся зимние условия. Весной к маю месяцу они возвращаются, и у них начинается лед, то есть период размножения. Причем кормятся они на очень многих растениях. И есть одна очень интересная особенность их личинок. Чаще всего личинок адмирала можно встретить на крапиве двудомной. То есть видите, какое интересное сочетание мигрантов и интересная особенность жизни данных животных. Вы знаете, современная техника делает чудеса. Сомнения мои полностью развеяны. Наблюдение за этой бабочкой показали, и возможность войти сразу в интернет, с телефона, с гаджета показали, что это действительно бабочка-адмирал. У меня есть определители с собой, которые я ношу полевые на телефоне. И поэтому, в принципе, даже людям, которые любят современную технику, любят современный техногенный мир, можно испытывать свою технику именно на вот таких объектах. И наблюдать, совмещая свой интерес с природной средой, с тем местом, в котором мы живем. А на этом я хотел бы закончить нашу передачу. С вами была программа «В объективе натуралиста». «Любите и берегите друг друга и мир, который вокруг вас». До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова